Квартиры жителей Одинцовского района все чаще стали интересовать любителей легкой наживы. В 2015 году количество квартирных краж увеличилось. Возросло с 202 в 2014 году до 258 в 2015 году. Также было увеличено количество раскрытых краж. Получается за 2015 год сотрудниками было раскрыто 100 квартирных краж. В аналогичном периоде 2014 года, соответственно, 77. Раскрываемость краж из квартиры составила 42,7%. Как правило, воры-домушники действуют организованными группами. Одни присматривают будущую наживу, наблюдают за окнами, изучают распорядок дня хозяев и его соседей, при этом иногда действуют по наводке. Другие взламывают двери, третьи орудуют сейфами. Предугадать, заинтересует ли злоумышленников именно ваша собственность, невозможно. Без сомнения, чем больше барьеров будет стоять перед преступником на пути в квартиру, тем лучше. Однако анализ полицейских сводок свидетельствует о том, что почти в 100% случаев владельцев недвижимости не спасают от краж ни сверхсекретные замки, ни двойные двери, ни решетки на окнах. Как говорят домушники, придумали замок, придумается и отмычка. Ни одна дверь, ни один замок, ни одна решетка не спасет вас от проникновения на ваше имущество. Но при установке комплекса сигнализации минимизируется время прибытия наряда полиции на вашу квартиру. И комплекс, скажем так, дает возможность предотвратить квартирную кражу. Сигнализация – самый надежный способ защиты от домушников. В Одинцовском районе под такой защитой находится более 4000 квартир. И хотя она стоит недешево, надежнее способа уберечь свое жилище пока не существует. О всех расценках отдела медицинской охраны, от всех тарифов отдела медицинской охраны вы можете обратиться к нам в город Одинцово-Лесадово, дом 15. И мы готовы с каждым встретиться отдельно. Как показывает практика, домушники обходят стороной квартиры, поставленной на сигнализацию, и отдают предпочтение тем, где их не ждет подобная угроза. Я думаю, никак. Сложно, да? Да, я думаю, никак. Нет, ну, приходили, украли. Не хранить мне ничего ценного. У соседей была кража. А расскажите, ну, без деталей, что там произошло? Они только поставили окна и вскрыли. У нас пятиэтажка, где домостроят там. И вот они влезли, хорошо, она в обувь пришла, они ничего не успели украсть. Ну, все разрыли, но ничего не смели найти. Ну, люди обычно уезжали на дачу, там, или окна оставляли открытыми, что-то такое было. Ну, влезали и обносили, можно так сказать. Да бог милого. Ну, может быть, и у соседей. У соседей было, да. А без деталей расскажите, что там произошло? Ну, как, сломали дверь, вытащили все это оборудование, это на даче. Сейчас настолько воры виртуозные, что это, наверное, сложно. У меня нечего воровать, я не безопасен. Ну, да. У меня была кража в самом-самом начале, когда я переехала в новую квартиру. Мы были на работе, пришел сын со школы, там, с такого-то класса. Пришел, дверь открытая. Все ящики повыдвину, как бы. Ну, открыли форточку и залезли. Мы спали, и они залезли. А второй раз были в деревне и залезли тоже. Ну, это было сто лет назад. Тогда залезли через балкон и украли там магнитофон. И вообще она очень перепугалась. Там ребенок должен был бы прийти со школы. И чего бы было. Ну, короче, говорит, очень неприятно.